Если вы хотите сделать сотрудников более эффективными, то приучайте их, когда вы ставите задачу, планировать, сколько часов займет каждая задача, оценивать задачу в часах. Это автоматически, со временем приведет к тому, что задачи будут делаться быстрее, что качество планирования у вас вырастет. Вот. Хотите узнать, почему? На эту тему есть отдельная книга Тимоти Голги «Работа как внутренняя игра». Когда мы уделяем внимание какому-то фактору, начинаем его измерять, он у нас начинает со временем улучшаться, потому что работает наше подсознание. И, конечно, когда мы с сотрудниками планируем задачу, то очень полезно сразу с ним проговорить, как ты видишь, сколько часов она у тебя займет. Если он такую задачу выполнял, то, конечно, ему будет гораздо проще оценить, потому что эта задача уже похожа. Редко бывают одинаковые задачи, но плюс-минус можно понять. Но если он делает это в первый раз, то, конечно, у вас тут могут быть серьезные разногласия. Вы считаете, что это можно сделать за два дня, потому что вы бы это сделали за два дня, а он говорит «нет, мне на это нужно две недели». И вот тут надо разбираться. Конечно, самый такой пример – это составление какого-либо документа, положения, какого-нибудь инструкции. Например, в одной компании была задача поставленная директору по продажам написать положение о системе совещаний и отчетности в отделе продаж. Ну, казалось бы, там не так уж много совещаний, не так уж много отчетности. И в целом, если сесть, то часа за три, наверное, можно это написать. Но, конечно, руководитель отдела продаж, директор по продажам, он сказал, что у меня это займет минимум месяц. Почему месяц? На что уйдет месяц? Давайте разбираться. Первое. Структура документа. Когда ее можно сделать? Сколько часов займет создание структуры документа? Ну, наверное, можно там за час точно набросать. Правильно? Правильно. Хорошо. И мы можем уже, в принципе, поставить ему первую задачу. Давай, когда ты этот час найдешь в ближайшие дни? Вот что у тебя, какие задачи, сколько часов займет? Вот, я час найду там в ближайший день-два. Хорошо. Давай, начнем со структуры документа. Какие тут будут разделы? Дальше. Следующее. Как должен выглядеть типовой раздел этого документа? То есть, сколько там должно быть текста? Какой язык? Какое оформление? Какой уровень подробностей должен быть? Напиши потом первый блок. Хорошо. Сколько займет написание первого блока? Ну, тоже, наверное, ну не больше там минут 30. Окей. Да. И когда ты уже понимаешь структуру, ты понимаешь, как должен выглядеть типовой блок, то мы уже понимаем, что все остальное займет, наверное, ну еще столько же, да? То есть, полтора часа заняла вот эта часть, самая сложная, да? И полтора часа займет остальное. Ну, может быть, мы ошиблись. Может быть, я бы сделал за три часа. Он не сможет сделать за три часа. Хорошо. Пусть он сделает за шесть часов. Но, тем не менее, это дней как не месяц, да? То есть, эти шесть часов в своем рабочем графике он явно может найти за одну неделю, может быть, за две недели, в зависимости от плотности графика. Но вот эти все вещи мне нужно обязательно обсуждать. То есть, спрашивать его мнение, делить задачу, если она новая, если она для него сложная, делить на промежуточные такие вехи и дальше оценивать каждую веху в часах. Потом он приходит, мы говорим, а сколько реально заняло часов? Хорошо. То есть, уже мы знаем его производительность труда в такого типа задачах. Это очень полезная информация. Дальше мы будем ее стараться уже улучшать. Вот такую работу нужно проделывать для того, чтобы у нас, в конце концов, было одинаковое понимание о том, сколько времени нужно запланировать на ту или иную задачу. И в зависимости от ее важности, мы расставляем приоритеты. Как раньше, насколько раньше он должен выделить эти часы для выполнения задач.